На неделе в столице начал работу еще один центральный диаметр. Уже третий по счету. Его запуску предшествовала очень большая подготовка. Необходимо было реконструировать инфраструктуру и даже подготовить подземный тоннель. В итоге новая линия соединила Зеленоград и Раменское, тем самым улучшив транспортное сообщение более чем для одного миллиона человек. Важность этого события переоценить невозможно. Тем более, что в первый рейс составы сразу из двух концов диаметра отправил президент России Владимир Путин. Подробности в сюжете Жанны Мясниковой. Центр столицы стал ближе для жителей Зеленограда, Химок, Люберец, Жуковского и Раменского. Эти города диаметрально противоположны, но связал их третий московский центральный диаметр. Старт движению дал президент России. Просил бы доложить машинистов поездов к готовности к началу поездок. Добрый день. Машинист первого класса Хабибуллин Руслан Рашидович готов впервые начать движение по маршруту МЦД-3, Равенска, Зеленоград. Разрешите запустить движение? Разрешаю. Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами, ну и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде. Что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что там счет пойдет, в конце концов, на миллион. Ленинградский-казанский диаметр – это один из элементов нового железнодорожного каркаса центрального транспортного узла. Уже успешно действуют МЦД-1 и МЦД-2. Вот теперь начала работу третья линия. Совсем скоро, в сентябре, откроют движение по МЦД-4. Пятое, Ярославское-Повелецкое направление, пока в проекте. У нас будет пять диаметров, это означает десять направлений пригородного сообщения. Сегодня диаметры работают сами по себе, а пригородные сообщения дальнего следования, которые идут на Ярославль, на Владимир, на Тулу и так далее, они сами по себе работают параллельно. В результате они не могут с большой частотой заехать в центр города. И такт у них сегодня от 45 до 180 минут отправления, что, в общем, конечно, никого не устраивает. Как проблему эту решить? Мы совместно с российскими железными дорогами и коллегами из регионов предложили схему, когда на конце диаметров, вот здесь вот большие такие круги синие вращающиеся, сделать хабы. Общая протяженность МЦД-3 – 85 километров. На линии действуют 38 станций, еще три откроются в перспективе. У пассажиров третьего диаметра есть возможность в 14 точках пересесть на метро, МЦК или радиальные электрички пригорода. Появились новые прямые маршруты – из Зеленограда до Электрозаводской или от Лихобор до Авиамоторной. Сократится время в пути и внутри столицы. От Останкино до той же Электрозаводской можно будет добраться за 16 минут. Чтобы это стало возможным, РЖД провели колоссальную работу. Заново проложена Мельковская соединительная ветвь, в том числе 400-метровый тоннель. Сегодня мы представляем третий диаметр от Зеленограда до Раменского. Самый тяжелый участок – это прохождение через центр. И как раз работа в стесненных условиях, но может быть не такой большой объем в целом по строительству, но для стесненных условий 1 миллион 300 тысяч земляного полотна пришлось дополнительно отсыпать. В Зеленограде горожане, конечно, устали от стройки. Но неудобство стоило потерпеть, чтобы теперь у города появился новый символ. На конечных остановках московских центральных диаметров строители возводят надземные вокзалы, так называемые «конкорсы». Этот на станции Крюково в Зеленограде один из самых больших и построили его меньше, чем за два года. Вокзал оснащен всем необходимым по самым высоким стандартам. Кассы, терминалы для покупки билетов, современные турникеты, туалеты, лифты, эскалаторы. Естественно, все продумано для пассажиров с ограниченными возможностями. Это уже неотъемлемые элементы при организации вокзального пространства. Удобные зоны ожидания, где можно поработать с ноутбуком или выпить кофе. Фандоматы с напитками и снэками тоже уже работают. Но есть одно принципиальное отличие от подобных вокзалов. Зал ожидания для пассажиров Сапсана. Скоростной флагман РЖД будет делать здесь остановку. Для октябрьской дороги, для октябрьских дорожников очень важное событие. И интеграция сегодня рельсово-жедорожного транспорта, такие крупные агломерации города Москвы, Московской области, конечно, для нас очень важна. Мы максимально обучили персонал дежурных по станции, поездных диспетчеров, машинистов локомотивных бригад. Приучали графику к особенностям, нюансам движения поездов по всем направлениям. И не сомневаюсь, что железнодорожники октябрьской дороги сегодня готовы к этому максимальному графику движения пассажирских поездов. Пассажиров приятно удивит и цена проезда. Билет в среднем подешевеет в три раза. Я сейчас садился с Петровска-Разумовска и ехал сюда. Я приложил, скажем так, банковскую карту к терминалу. Открылись, турникет открылся. Ну, пока с телефона мне ничего не приходило. Ну, здесь я начал спрашивать, как мне выйти без билет. Ну, попробовал сейчас приложить еще раз банковскую карту, мне открыли. Только я не знаю, сколько спишут денег. Но волноваться, конечно же, не стоит. Здесь, как и на других диаметрах, уже действительно карты «тройка» и электронный кошелек. Пересадка на метро и МЦК бесплатная. И, разумеется, сохранятся привычные льготы. Жанна Мясникова, Виктор Воронин, Сергей Гришков, РЖДТВ, Зеленоград.